Итоговая коллегия Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облсполкома состоялась накануне в городе Бресте. Вопросы, которые были затронуты в первую очередь, это увековечивание памяти героев войны, опыт работы с молодежью на примерах конкретных предприятий по патриотическому воспитанию. В 2023 году идеологическая вертикаль определила для себя ряд важных направлений, которые, на наш взгляд, требовало и общество от работы идеологов и время. И в числе таких приоритетов в первую очередь стала работа с кадрами, поиск людей, которые действительно отдают себя этому делу, умеют разговаривать с людьми, знают их потребности. И я думаю, что многое в этом направлении у нас получилось. Второе, не менее важное, это работа с молодежью. Сегодня мы видим, что это наиболее динамичная часть населения, которая постоянно требует новых подходов в общении с ней. И я полагаю, что наши регионы справились. Мы на сегодняшний день имеем ряд интересных, креативных проектов, которые востребованы молодежью, ну, что называется, работают на аудиторию. И учитывая особенности прошлого года и начала текущего, это электоральная кампания. Сегодня идеология – смысл всего. Ни в здравоохранении, ни в образовании, ни в культуре, ни в любой другой отрасли без идеологии нельзя. Ведь именно идеологи являются связующим звеном власти и общества. Основная задача идеолога – это саккумулировать настроение общества и сформировать убеждения в отношении своего государства. Если мы это не сделаем, за нас это сделают другие. И сегодня очень серьезно работают наши оппоненты в этом направлении. Поэтому, естественно, и в прошлый год, и в год исторической памяти мы усилили работу по патриотическому воспитанию с акцентом на молодое поколение, которое сегодня, мы видим, отзывается. И та работа, которая проводится по благоустройству захоронений, по присвоению имен Героев Советского Союза учебным заведениям, по созданию военно-патриотических классов и клубов, говорит о том, что мы услышаны. И я полагаю, что речь о том, что мы упустили в 90-е какое-то поколение, а вот сейчас идеологи решают вместе со всеми обществом эту задачу. Мы возвращаем поколению историческую память, формируем иммунитет, который позволит выстоять в попытках фальсифицировать историю. Итоги 2023 года, которыми поделились на коллегии, позволяют говорить о том, что идеологические кадры на достойном уровне проводят системную работу с предприятиями и организациями первого региона. А если есть вакантные места на том или ином предприятии, то их закрывают молодыми специалистами, которые креативны, инициативны и полны идей. Как итог, качественный результат работы всего коллектива не заставляет долго ждать. Это работа с людьми. С людьми разного возраста, разного, скажем так, социального статуса. Они с ними обращаются. Нужно всегда помочь. Во время коллегии акцент также был сделан на правовое просвещение молодежи и воспитание патриотизма не только в молодежной среде, но и в целом широким охватом населения. В прошлом году более, скажем так, массовый уклон был на правовое просвещение молодежи, так как в преддверии электоральной кампании вовлекали максимально молодежь в избирательный процесс. Новшество избирательного процесса разъясняли. На территории Пинского района проходил информационно-просветительский марафон «Выбирайбай». И в рамках этого проекта проводились встречи с молодежью по разъяснению изменений в избирательном законодательстве в связи с референдумом в 2022 году. Анастасия Мишкиевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимантович. Новости Бреста.